Время подвести итоги недели. Меня зовут Вадим Воскаленко. Здравствуйте. Расскажем о том, что важно знать, пока вы находитесь дома. Итак, сразу к некоторым темам. Заражение среди тех, кто борется с вирусом. Как в этом году проходит Пасха и школа, которой мы еще не знали. Это, если совсем коротко, сейчас полный анонс выпуска. В Фятигорске ввели полноценный карантин. Что это значит для жителей и возможных гостей? Зараженных все больше. Первые под ударом врачи, на чем они просят нас впечатляющее обращение. Помощь тем, кому сложнее. В Думе разработали меры поддержки предпринимателей. Город-сад. Весну в Ставрополе никто не отменял. Покажем, как зеленеет краевая столица. И балконные концерты набирают популярность. Живая музыка поднимает настроение, когда это так нужно. В Пятигорске в эту пятницу ввели режим карантина. Полноценный. Об этом сообщил губернатор Ставрополя Владимир Владимиров, который отправился в город, чтобы лично контролировать ситуацию на месте. На базе первой горбольницы готовят дополнительные 40 коек для больных. Также ограничат въезд и выезд транспорта из Пятигорска. Исключение только для перевозчиков продуктов, товаров первой необходимости, стратегически важных грузов, а также автомобилей, неотложных служб и силовых структур. Движение машин в ночное время будет остановлено. Не изменится система пропусков. Нынешние перестанут действовать с 24 апреля. А новые обязательно должны быть заверены в администрации Пятигорска. Заявку на них организации смогут подать дистанционно. То есть какая сейчас ситуация? Сейчас все юрлица выписали пропуски своим работникам. Нужен, не нужен, все ходят как хотят. Я очень прошу внести изменения, чтобы пропуска на передвижение в городе Пятигорске ввиду карантина выписывала только администрация города Пятигорска. Только, пожалуйста, не надо сюда приходить. Дайте заявку, вам привезут пропуска туда, куда вы скажете. Главный врач городской больницы номер два в Ставрополе Анатолий Былим заболел коронавирусом. Об этом медик сообщил в самом видеообращении. Доктор также рассказал, что такой же диагноз подтвердили у некоторых его коллег. Сейчас врачи изолированы. Анатолий Былим призвал ставропольцев не пренебрегать здоровьем, позаботиться о себе и своих близких и по возможности оставаться дома. Сегодня я и несколько моих коллег получили положительный тест на коронавирусную инфекцию. На базе нашего учреждения работают койки по приему больных с этой патологией. Да, мы рискуем, мы выходим на работу каждый день, рискуя для того, чтобы спасти чью-то жизнь и остановить инфекцию. Мы приняли решение самоизолироваться. Дорогие друзья, от имени врачей, пожалуйста, соблюдайте меры личной профилактики. Без нужды не выходите на улицу. Оставайтесь дома. Будьте здоровы. Ну и еще о врачах. В такое непростое время эта профессия становится как никогда ценной. Особенно это касается врачей-скорой, которые первыми приходят на помощь. Как работает служба в этот крайне непростой период? С каким настроением едут к очередному пациенту? Олег Исаев искал ответы на эти вопросы непосредственно на вызовах вместе с врачами. Ну, конечно, не отвлекая от работы. Врач службы скорой медицинской помощи выходит на дежурство на 24 часа. А это значит, что у его родных целые сутки будет болеть душа. Ведь несмотря на то, что сегодня на вызовах с инфекционными больными работают отдельные бригады, вероятность встречи с вирусом исключать нельзя. И только такими короткими разговорами по телефону можно лишь на время успокоить свою семью. Переживаю, да. Приходится, прежде чем прийти домой несколько раз обрабатываться, потому что, ну, всякое может быть. Работаем в таких условиях, конечно. Что может быть всякое. Бригады кареты скорой медпомощи – это три человека. Врач, фельдшер и водитель. В Ставрополе на Артема 35 на станции скорой медицинской помощи сегодня работают 30 бригад. Утром обязательная пятиминутка. В это же время собираются медицинские чемоданы. Здесь не бывает праздных разговоров. Каждый максимально сосредоточен. Ведь любая ошибка или оплошность могут привести к роковым последствиям. Напряжение из-за определенных условий, в которых сейчас работают все бригады, выездной персонал. То есть соблюдая правила защиты от биологической опасности, которые существуют. То есть и масочный режим введенный, и более жесткий контроль за спецодеждой, за обработкой. Увеличилась работа по обработке машины после каждого больного внутри. То есть здесь средствами. То есть все это ложится дополнительной нагрузкой на бригады. Оперативный отдел. Именно здесь принимают вызов по номеру 103. Как и медицинские бригады, диспетчеры. В каждой смене их 9 работают целые сутки. Звонки поступают не только из краевой столицы. Сюда направляются вызовы из 11 районов края. Сутки на данный момент у нас приходит 800 вызовов примерно. Задача диспетчера не только принять просьбу о помощи, зафиксировать необходимые данные в программе, но и успокоить человека, если это необходимо. Просто поговорить. Звонять не только за помощью. Просто поговорить бабушке. Просто проконсультироваться. Там, где не успевает поликлиника, мы несем нагрузку из-за них. Человеческий фактор всегда присутствует. Мы выгораем точно так же. Если мы будем на злобу, раздражение отвечать таким же, из-за этого ничего не получится хорошего. Вызов принят. Дальше вызов отправляется бригаде скорой помощи на электронный планшет. Здесь все. Данные о пациенте, адрес, кратчайший путь. Сегодня, когда большая часть жителей находится дома и улицы свободны, включать сирену с проглесковыми маячками нет особой необходимости. Да и водители стали дисциплинированнее. С пониманием относятся к спешащей бело-красной машине. Уступают дорогу. В зависимости от ситуации доктор принимает решение о доставке пациента в больницу. Сейчас случай непростой, но штатный. Такие случаи бывают. И, как правило, реакция наша и больных правильная, грамотная. Здесь помогут женщине и решат ее проблемы. За смену бригада выезжает примерно на 20 вызовов. И за каждым из них человеческая боль, страх, слезы. И каждому эти люди должны обязательно помочь. Они это делают каждый день. Спасают, успокаивают, помогают. Просто делают свою работу. Сегодня рискуя собственной жизнью, чтобы сберечь наши. Олег Исаев, Александр Колодко, Антон Поляков, Владимир Жвакин. Створопольское телевидение. На этих выходных отмечаем Пасху. Но в этот раз пройдет она нестандартно. Рост числа зараженных коронавирусом в крае привел к усилению ограничительных мер. В частности, храмы, конечно, будут открыты. Но священнослужители призывают молиться дома. Так будет лучше для всех. К слову, посещать кладбище в период самоизоляции до 30 апреля и вовсе запрещено. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Владимир Владимиров. Так что отмечать Пасху лучше всего, не выходя из дома. Подробнее о вынужденных мерах в репортаже Екатерины Сегида. На въезде в одной из крупных кладбищ Ставрополя стоит таблица. Движение закрыто. Но, несмотря на это, и действующий режим самоизоляции. Горожане торопятся на могилы своих близких, чтобы навести там порядок перед Пасхой. Ведь в сам священный праздник попасть сюда будет нельзя. Новость о таких вынужденных мерах большинство ставропольцев не удивила. Все понимают, опасно. Но некоторые все равно считают своим долгом подготовить могилы близких и родственников к празднику именно сейчас. На кладбище убирали у родителей. Да, душа болит. Все равно, хотя бы убрать, уж на Пасху не идти, чтобы чистенько было. Как говорится, зовут нас родители тут же, тети, дяди. Мы знаем, что не надо, что обстановка, что это болячка такая противная. Ну вот так, нарушаем. Ну пусть простят нас власти и Бог нас пусть простит. О закрытии мест захоронений по всему краю до 30 апреля сообщил губернатор Владимир Владимиров. Мы с сегодняшнего дня закроем кладбище. Мы сегодня опять усиливаем объемы регистрации штрафов по нарушению карантина. Поэтому давайте относиться очень серьезно к этой ситуации. Эта беда, она может прийти в любой дом. Исключение только для церемоний похорон. И то присутствующие должны соблюдать дистанцию. Также прекратит работу и городской транспорт, который следует к кладбищам. На входе организуют контроль. Будут у нас наряды полиции, будут наряды казачества, будут ответственные лица. Сегодня постановлением правительства Российской Федерации определен ряд должностных лиц, которые уполномочены на составление протоколов об административных правонарушениях. Соответственно, все эти должностные лица сегодня составляют протоколы, выходят на улицу и участвуют в рейдовых мероприятиях. Соответственно, и что касается кладбища и всех остальных мест, те же самые меры будут приняты. Согласно поверию, на Пасху души усопших приходят домой к родным. Главное в этот период, как говорят священнослужители всего края, помочь ушедшим молитвами и добрыми делами. Усопшие уж точно на нас не обидятся. Если мы в душе любим их, молимся о них, но придем на кладбище в другое время, проведем там уборочку и помолимся у могилки. Самое главное, дорогие мои, это молитва, которая нужна и больным, и здоровым, и усопшим. Екатерина Сегеда и Иван Фильянов. Ставропольское телевидение. Итак, закончилась первая неделя онлайн-обучения для ставропольских школьников, для их родителей, да и для учителей. Была эта неделя явно непростой. Не все сразу осознали, как учить и учиться без личного общения. Но многие осознали, насколько было удобно, когда можно было сидеть за партой и общаться с учителем не через камеру телефона. Мнение и эмоции всех участников таких непривычных занятий в нашем сюжете. Число А называется пределом числовой последовательности ХН. Родители словно вновь сели за парты. Им бы самим вспомнить и разобраться в школьной программе. А тут еще и ребенку нужно доступно объяснить. Не каждый с этим справляется. В соцсетях дети устроили настоящий флешмоб. Устали, хотят в школу. Я очень хочу в школу. Я не хочу дома учиться, где мама ругает, непонятно объясняет. Пустите меня в школу. Я в школу хочу. Сколько можно жить без школы, учителей и одноклассников? Сейчас было бы здорово сидеть на уроке тихонечко, внимательно слушать учителя и получать пятерочки. Но пока оценки лишь электронные. А чтобы они были только положительные, свое ТВ совместно с Министерством образования края в помощь родителям и ученикам запускает новый проект. На нашем канале будут транслироваться уроки по разным предметам. Ставропольские педагоги научат русскому, английскому, математике, химии, истории и не только. Добрый день, мои телевизионные ученики. Меня зовут Кириченко Ольга Викторовна. И сегодня мы с вами поговорим о некоторых правилах русского языка. Первый звонок для школьников всех возрастов прозвучит уже 20 апреля. Начало в 8.45. Ну а запасается терпением и верит в лучшее. Екатерина Сегеда, Ставропольское телевидение. Теперь перейдем к законодателям. Налоги к минимуму в поддержку бизнеса. Бюджету выбрать первоочередные расходы. А на экономическую обстановку, которая стремительно меняется, реагировать без задержек. В таком режиме прошло внеочередное заседание регионального парламента. О принятых законах расскажет Ирина Ивановская. Большая часть магазинов закрыта, предприниматели по домам. Из-за коронавируса деловая активность в регионе значительно сократилась. Предварительно это снизит поступление в краевую казну на 12%. А это больше 9 миллиардов рублей. Соответственно, пришлось выбрать приоритетные направления расходов. Теперь их 16. Это направления связаны с исполнением гарантий перед населением Ставропольского края. Это выплата заработной платы бюджетникам. Исполнение социальных гарантий отдельным категориям граждан. Это безусловно же мероприятия, связанные с необходимостью проведения профилактических или ликвидационных мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией. Это оплата коммунальных услуг. Одобрили депутаты и новый порядок предоставления государственных гарантий Старропольского края. Региональный бюджет выделил на это 2 миллиарда рублей. Это один из способов поддержки экономического сектора региона. На него могут рассчитывать предприятия санаторно-курортного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. И туда, и туда мы закладываем по миллиарду рублей. Но помочь сразу и всем не получится. Изменения постепенны. Сначала нагрузку на бизнес снизили федеральные власти. Сейчас краевые меры дополнили этот спектр. Вдвое сократился налог на имущество организации, чью деятельность государство признало пострадавшим от COVID-19. Льготу получат собственники торговых объектов площадью больше 250 квадратов, налог на которые платится исходя из кадастровой стоимости. Но только если они пошли на снижение стоимости аренды. Проголосовали депутаты и за минимальные проценты по налогу для бизнеса на упрощенке. Если предметом налогообложения являются доходы, у нас сейчас это 6%, мы можем снизить их до 1%. По системе доходы минус расходы сейчас у нас ставочка 15%. Предлагается снизить ее до 5%. До 780 миллионов рублей уже вырос резервный фонд региона. Средства из него идут на восстановление экономики края, работу медицинских организаций, оказание соцпомощи. Эта сумма может вырасти еще на 1,5 миллиарда рублей. За счет того, что правительство страны дало регионам отсрочку на погашение госдолга. Кроме того, теперь средства резервного фонда можно перераспределять без корректировки бюджета. Такие ресурсы нам предоставил федеральный центр. И теперь не нужно будет губернатору входить в Думу. Вот есть механизм, по которому срочно, срочно должно решаться срочно и оперативно. Но все же на первом плане сейчас сохранение здоровья людей. Затем предоставление необходимой социальной поддержки. Вы слышали сегодня, что начали выделяться проднаборы. И я имею в виду не то, что делают волонтеры, а уже муниципалитеты приступили к выдаче проднаборов. Если на прошлом заседании мы рассматривали меры поддержки человеку, то сегодня мы уже перешли к рассмотрению, что будет с нашей экономикой. И как ее попробовать сегодня уже постараться поддержать, чтобы не было обвала, не было такого катастрофического количества увеличившихся безработных и людей, которые без доходов останутся. Поэтому надо помогать сегодня тем предприятиям, которые работают. И это далеко не последние принятые меры. Следующее заседание через неделю. Впрочем, режим его проведения может измениться. Голосовать за принятие законов депутаты Краевой Думы теперь смогут и дистанционно. Такой законопроект принят в неочередном заседании. Сделать это можно будет по старинке, подняв руку. А за темой следили Ирина Ивановская и Александр Колодко. Ставропольское телевидение. В Ставрополе, да и по всему Ставрополе усиливают контроль за тем, как люди соблюдают режим самоизоляции. Патрули вправе остановить любого человека на улице, проверить, соблюдает ли он режим. Тех, у кого нет весомой причины находиться вне дома, ждет штраф. Джамиля Ибрагимова отважилась выйти на улицу, но только чтобы снять репортаж. Защитная маска, перчатки. Вот в таком обмунировании наша съемочная группа в эти дни отправляется на улицу. Да и вообще за пределы здания мы стараемся выходить только по уважительной причине, когда едем на съемку. О вольных прогулках по улице пришлось позабыть. Тем более, что сейчас это рискованно. Не только потому, что можно заразиться вирусом. Те, кто отважился выйти на улицу без уважительной причины, могут наткнуться на серьезный разговор с полицейскими. Вот кадры одного из сегодняшних рейдов. Правда, у этой пожилой пары нашлось, чем оправдаться перед патрулем полиции. Куда идете? В магазин. В магазин. А где прозываете? А вот чек написано. А мы вот в этот, в народный. Полицейские сейчас патрулируют улицы и имеют полное право остановить любого и спросить документы. Тем более, что спросить есть кого. Воспользовавшись хорошей погодой, много ставропольцев решили выйти на прогулки, не понимая всей серьезности и не думая о последствиях. Вот мужчина запамятовал, что надо сидеть дома и решил выбраться в гости к товарищу. Там, где не помогают разъяснительные меры, идут аргументы более убедительные. Штрафы до 30 тысяч рублей. Рейдовые группы на сегодняшний день и составляют протоколы. Штрафы здесь внушительные. На сегодняшний день, буквально за три дня, мы выявили 309 нарушителей режима самоизоляции, которые будут привлечены к ответственности. Штрафы там серьезные. Глаз да глаз сейчас из-за людьми, которые не так давно приехали в край. Им нужно 14 дней посидеть дома. Под запретом в данном случае даже прогулки в магазин. В гости к таким людям и наведываются правоохранители. И те, кто рискнул выйти на улицу и подверг опасности окружающих, а такие тоже есть, точно не обойдутся одним выговором. Их ждут меры посерьезнее. Семь граждан привлечены к административной ответственности за нарушение карантинных мер. В настоящее время на контроле органов внутренних дел находятся порядка 400 граждан, прибывших из-за рубежа и соблюдающих карантинный режим. Поэтому не играйте с огнем и останьтесь дома. Гораздо разумнее потратить деньги на что-то нужное, чем на оплату штрафов. Но самое главное, это поможет всем нам пережить непростой период быстрее. На улице только по работе. Джамиля Ибрагимова и Юрий Корниенко. Ставропольское телевидение. Мы продолжаем подводить итоги недели, чтобы вы были в курсе самого важного, пока находитесь дома. И вот, что увидите во второй части программы. Как сеют подсолнечник и когда ждать всходов? Кадры с полей. Город-сад. Весну в Ставрополе никто не отменял. Покажем, как зеленеет краевая столица. И балконные концерты набирают популярность. Живая музыка поднимает настроение, когда это так нужно. На этой неделе в наших новостных эфирах мы ввели новый формат. Главы районов и округов снимают себя на телефон и рассказывают, что происходит у них на местах. Итак, прямо сейчас руководители советского, новоалександровского и изобильницкого округов. В Изобинском городском округе ситуация стабильная в плане вопроса по борьбе с коронавирусной инфекцией. У нас два заболевших, но уже это более двух недель. Люди находятся под наблюдением, проходят в легкой форме. Все контактные проверены, результаты отрицательные. Ну и мы надеемся, конечно, что так же будет ситуация развиваться и дальше. Готовится у нас больница в Солнечнодольске на 150 коек. И те вопросы, которые возникают, оперативно снимаются. Я думаю, что к концу этого месяца, апреля, мы уже будем готовы принимать больных при необходимости. Ну а в остальном порядок, много всего происходит, готовы будем рассказывать об этом в следующих репортажах. Всем всего доброго. Обстановка сегодня на территории нашего советского городского округа такая же, как и в крае, такая же, как и в Российской Федерации. Все-таки та проблема мировая и нас касается. Но в то же время на сегодняшний день жизнь у нас не останавливается. Работы ведутся сельхозтоваропроизводителем. У нас сроки закончили посев яровых ранних культур. Сейчас подготовились и ведут силу поздних яровых культур, невзирая на то, что происходит. Да, происходящая ситуация вносит, конечно, напряжение в нашу жизнь и отвлекает наши силы на борьбу с этой инфекцией. Мы продолжаем работу по освоению тех наших социальных программ, которые были ранее взяты. Это и строительство, ремонт и парк в нашей комфортной городской среде. И вот к 9 мая мы готовим установку с тылу, посвященную труженикам тыла, чтобы у нас полностью композиция возымела закончательный вид. То есть у нас там обелиск с захоронениями погибшим при освобождении района. И сегодня мы хотим восстановить их 75-е годовщине, открыть именно обелиск в честь тружеников тыла, потому что без этого симбиозов не было, наверное, победы. Поэтому, невзирая на все, мы понимаем, что завтра жизнь не остановится и надо готовить завтрашний день к жизни. Мы полный мир разделяем заботу вибратора Старопольского края Владимира Владимировича о необходимости реализации национальных проектов. Бескомпромиссно. И мне приятно говорить, что они в районе реализуются в культуре, здравоохранении, дошкольном образовании. Не остановился для нас очень важный инфраструктурный проект строительства водовода «Восточный», который обеспечит питьевой водой 7 населенных пунктов района. Реализуются и проекты по местным инициативам, которые изменяют и еще изменят облик наших футаров и нашего города и сделают их более привлекательными и уютными для жизни. И я не сомневаюсь, что мы обязательно с этими задачами справимся, потому что живем в год великой памяти и славы, год юбилея, победы нашего народа в Великой Отечественной войне. А вот в Нефтекумском округе продолжается благоустройство территории. На этот раз обновления коснулись дорог. Нормативное состояние приведут участки трасс Нефтекумска, Каесулы и Аула, Улуби-Юрт. Эти востребованные местными жителями дороги уже порядком износились, стали небезопасными для передвижения автомобилистов и пешеходов. На сегодняшний день проводятся мероприятия по восстановлению гравийного профиля дорог подрядной организации в рамках выполнения контракта. На сегодняшний день завершается работа по профилировке улицы Леонова, завершены работы по устройству дорог в асфальтном исполнении в ряде населенных пунктов. Реконструкция пройдет в рамках краевой программы развития транспортной системы. Всего округу на эти цели выделено больше 60 миллионов рублей из регионального бюджета. Все работы планируют завершить в сентябре. Красивые, яркие и фотоганичные. Все это о подсолнечнике. Если мы с вами привыкли видеть уже финальную часть работы, поля со зрелыми цветами, то вот специалисты-фермеры знают, как непросто этой красоты добиться. В край полным ходом идет посевная. Начали работу аграрии даже раньше обычного. Слово Никите Шишкову. Для журналистов в полевых съемках самое приятное покататься на сельхозтехнике. Комбайны, тракторы, сейлки в повседневной работе встречаются нечасто. У самих же фермеров восторгов от всего этого гудящего многообразия чуть меньше. Во-первых, привычка, а во-вторых, сосредоточенность. Засеивать нужно ровными рядами, рассказывает механизатор Сергей Зайцев. Главное ровно ходить по маркеру. Маркер вот чертит, я ровно по нему иду. То есть еще от влаги зависит, то есть если больше влаги, то поближе можно семечку класть. Да, а сейчас влаги мало, чуть-чуть подальше делаем. Сев в этом году начался на две недели раньше обычного. Фермеры переживают, что малоснежная зима и весна без дождей совсем оставят культуры без влаги. Компенсируют селекцией. Сорт семечки петуния, подходящий для наших условий. Приспособлен гибрид к различным расам заразихи и повыносливее. Мы его все им на протяжении уже где-то четырех лет хорошо переносит засуху и в наших условиях дает неплохую рожайность. Вообще сев яровых культур сейчас идет по всему краю. Больше половины запланированного уже выполнили. Кроме того, аграрии могут рассчитывать и на помощь региона. Выделяется субсидия на несвязанную поддержку. В текущем году она будет составлять 113 миллионов рублей, в том числе за счет краевого бюджета 14 миллионов рублей. Следует отметить, что уже сейчас сельхозпроизводители подают документы на возмещение затрат. И надо понимать, что благодаря работе агрария в «Пища для творчества» появляется у любителей пофотографироваться. Я сейчас о времени в июле-августе, когда Инстаграм наводняют сотни снимков девушек в поле с подсолнечником. Сейчас, понятно, весна для урожая рановато, но свое ТВ первым запускает фотосезон. Никита Шишков и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. С приходом весны Ставрополь изобилуют яркими красками. Сотрудники горзелинстроя украшают комбы цветами. Но просто посадить саженец в землю недостаточно. Так в чем секрет ставропольских цветочных пейзажей? Наша съемочная группа побывала в роли озеленителей. Что может быть прекраснее цветов? Взгляните, какая нежная красота! Такой праздник красок ежегодно дарят ставропольчанам сотрудники горзелинстроя. Мы приводим в порядок газоны, пропалываем кустарники, рыхлим лунки в деревьях, обрезаем розы, перекапываем розы. И цветники по мере того, что где надо уже прорыхлить, рыхлим. Галина Алексеевна занимается своим делом почти 40 лет. Вместе со своими коллегами она превращает городские пространства в цветущие оазисы. Озеленители поддерживают красоту городских клумб до поздней осени, периодически меняя растения, которые уже отцвели на новые. И каждый раз они не забывают о главном секрете всех садоводов. Нужно хорошо подготовить грунт, прокультивировать, разровнять, чтобы сорняков не было. Естественно, сажают они все с любовью, с душой. Но иначе растение живое чувствует, как к нему относятся. Чувствует и всегда отвечает взаимностью. Кстати, до того, как попасть на клумбу, растения ждут в своей очереди в теплицах региона. Я не смогла удержаться. Мне тоже захотелось приложить свою руку к созданию вот такой красоты. Мне удалось договориться с сотрудниками горзеленстроя. Они выделили для меня один цветок, показали место. И сейчас я его сюда посажу. Ну что ж, все довольно просто. Главное вложить сюда свою душу. И теперь, надеюсь, вот этот цветок виолы здесь приживется и будет радовать не только меня, но и других жителей, гостей нашего города. У редкого горожанина не найдется в архиве фотографий на фоне местных клумб. А значит, их отношение к работе озеленителей очевидно. Они великие труженицы. Они все время поддерживают чистоту, красоту в нашем городе. Каждый цветочек с такой любовью сажают, что он не увядает, а расцветает. Хороший город наш. Специально приезжаю сюда просто полюбоваться. На сердце становится радостно, как-то так настроение повышается, потому что видно, что люди делают это с душой. В плане горзеленстроя на этот сезон увеличить число цветников. Так, в Ставрополе высадят 30 тысяч виол и маргариток, 150 тысяч тюльпанов и 3,5 тысячи кустов роз. Кстати, как говорят сотрудники, не было еще такого, чтобы дизайн клумб повторился. В этом году нас тоже ждет сюрприз. Остается дождаться, когда все бутоны на городских клумбах раскроются. Насладились цветочными ароматами. Екатерина Сегеда и Владимир Ходорев. Ставропольское телевидение. В дни борьбы с коронавирусом все популярнее онлайн-концерты и постановки. Но в Ставрополе пошли еще дальше. Жителям юго-западного района привезли живую музыку с доставкой на дом. Музыкант духового оркестра расположился с саксофоном и усилителями на балконе одной из многоэтажек. Многие даже его не видели, зато прекрасно слышали. Звуки волшебного джаза над спальным районом оценил и Леонид Нечапуренко. Это словно кадры светлой и трогательной мелодрамы. Солнечный весенний день клонится к закату, над жилым двором летят волшебные чувственные звуки саксофона. Они меняют всех, до кого доберутся. Вот пара на балконе решила поцеловаться. Вот девушка достала телефон и включила камеру. Наверное, предвкушает много просмотров в Инстаграме. Редкие жильцы, что выбрались во двор, в удивлении задирают головы. Эмоции переполняют все. То, что сидишь дома, у тебя дитё дома сидит, у тебя это, ты с собакой вышла, выпускают только с собаками гулять. А так вот, вот это вот супер, пупер. Это замечательно, это эмоции переполняют. Сам концерт, конечно, великолепен. Очень ждём продолжения, надеемся, что в скором времени всё организуют. Очень приятно. Побольше бы такого. Игорь Ермошкин с детства занимается музыкой, но такой концерт у него впервые. Вместо сцены деревянный ящик на балконе. Зрители сидят в своих квартирах или стоят во дворе. Саксофонист специально подобрал репертуар, чтобы понравилась самая широкая аудитория. Начиная от традиционного джаза, 50-х, 60-х годов, и доходя до современных каких-то диджейских композиций и современных композиторов вообще, и из ограниченных, и отечественных. Интересная задумка такая была, то есть, как бы, развлечь народ, как бы, придать, скажем так, сил моральных, пережить все невзгоды и беды. Просто было приятно выступать для людей. Для Ставропольского дворца культуры и спорта и духового оркестра имени Осиновского это такой эксперимент. Но организаторы намерены и дальше продолжать такие выездные концерты. Уже я вижу людей с балконов, из окон, которым нравится все это, которые поддерживают наш проект. И если в дальнейшем все так же будет хорошо, мы хотим запустить некий опрос в социальных сетях, в который люди пригласят наш в район. Пожалуйста, мы приедем с такой же концертной программой. Может быть, это уже будет не саксофон, а какой-то другой музыкальный инструмент. Мы тоже выступим, сделаем концерт с доставкой на дом. Браво! Браво! На улицу без особой надобности выходить нельзя, а вот на балкон можно. Тем более, что здесь звучит такая чудесная музыка. И если вспомнить знаменитую пословицу, Ставропольцы могут смело ее перефразировать и утверждать. Будет и на нашей улице концерт. Леонид Нечупренко, Антон Поляков. Ставропольское телевидение. Такой запомнится эта неделя. Спасибо, что были с нами. И просьба о телередакции. Оставайтесь, пожалуйста, дома. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова